Девочка-пай 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы сегодня в местности Тархэ пригласили много гостей, чтобы поклониться предкам. Впервые за сто лет проводим большой молебен со скачками, йохором, национальной борьбой. Наши предки радуются, мы возрождаем традиции. Буханайон – прародитель бурят, ключевая фигура на этом камлании. Его имя произносят шаманы с особым трепетом. Фигура далеко не однозначная, не только легендарная и мифическая, но и реально историческая. По одной из версий Буханайон – один из предводителей войска Чингисхана. В свое время академик Ренчен, монгольский академик Ренчен, написал интересную статью, где он рассматривал такие персонажи, связанные с древней историей монголов и бурят. И остановился специально на происхождении образа Буханайона. Он полагает, что в основу этого образа Буханайона действительно лег, по его мнению, лег конкретный сирийский персонаж по имени Буха. И он был одним из руководителей Тумена, его чингизового войска. И когда во времена покорения листых народов, которые жили при Хупсугугуле, при Байкале, в сторону Енисея, вот эти войска ввел именно тот человек, приближенный Чингисхану по имени Буха. И вот когда он освоил эти территории, когда все эти территории привел к присяге служения Чингисхану, то этот человек, который внес самый большой вклад, он как бы стал очень известным здесь, ну и среди предков бурят, в том числе, конечно, да, которые стали его обождествлять, и появился культ Буханайона, связанный, по мнению Ренчена, именно с этим конкретным историческим персонажем. Жизнь Чингисхан, Субтитры создавал DimaTorzok Образ Бухонайона нашел отражение в творчестве нескольких скульпторов и художников, и везде он представлен в образе быка, потому как у бурят это животное является символом плодородия и силы. Сегодня, спустя многие века, культовая фигура Бухонайона дает покровительство всем, кто его об этом попросит. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Андрей, они просят там открыть. Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вот из этих мест, да, и они вот здесь работают волонтерами, они нам рассказали об этом празднике, и мы вот решили приехать посмотреть. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 как общение с бабушками. Во время репетиции приходят, к сожалению, дедушек сейчас мало, бабушки приходят, и они передают те свои песни и хора, которые пели в свое время, в своей молодости. Конечно же, уже кое-что утрачено. Ну и как вы знаете, естественно, что это уже в принципе немало, но то, что возможно, по крупицам пытаемся сохранять. КОНЕЦ 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 Сегодня она развивается на территории России, Республики Бурятия и Туркинского района. В спортивной части фестиваля Ренгурбанада, вы лично, лично вы сам, какому виду отдаете предпочтение? Знаете, в свое время, может быть, в юности, начинал заниматься вольной борьбой. Был у меня хороший тренер, Абушей Виктор Макужапович, занимался, но ввиду некоторых обстоятельств, перешел в секцию бокса. И секция бокса добился, конечно, очень большого для себя результата, который сегодня мне, как сказать, ну, может быть, занимаясь спортом, состоялся как человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok